МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не спешит сдаваться? Обещали реформ? Громкая кража. Арт-мафия чистит музеи. И где сейчас коллекция Януковича? Кинособытия года. Канны. Кто сегодня победит? Это главная тема выпуска. Вы смотрите подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Добрый вечер. Похоже, лето в стране начинается досрочно. Ну, вроде бы, 20-е числа мая, до смены сезона еще работать и работать. Но такое ощущение, что у наших политиков уже давно середина июля. Стоило на этой неделе включить телевизор, включить новости или трансляцию из Рады. Ну, вы видели, зал просто пустой. А что касается голосований, пальцев одной руки. Хватит, чтобы перечислить те решения, которые народные избранники все-таки смогли принять. Принять на этой неделе. Знаете, вот как люди иногда в разных часовых поясах живут, так такое ощущение, что страна и народные депутаты живут по разному календарю. И что в Раде сезон отпусков в разгаре. Почему даже те, кто еще ходит на заседания, все равно чувствуют себя курортниками, знает наш парламентский корреспондент Катя Лысенко. Если бы в украинской политике действовал принцип, как у мобильных операторов, ноль на все, то на этой неделе депутаты только по такому тарифу и работали. Разговоры между собой безлимитные. Раз время ничего не стоит, говори с трибуны сколько хочешь. Если не вслушиваться, ощущение, что сеть вроде как и перегружена. Но только вот одна беда в депутатской корпорации. Входящие бесплатно, а с исходящими проблема. Переходим до голосования, никто из зала не выходит, только можно заходить. Всю неделю их снова нет на месте. Парадокс. С утра вроде регистрируются, но в зале не просто кресла, ряды пустуют. Заседание закрывали досрочно, а депутаты выскалили то в буфете, то в кулуарах. Мы имеем достаточно сложную конференцию фракции, которая не в наличии, скажем так, большого запаса. И поэтому нужно очень сильно бороться за явку. А чтобы создать хотя бы видимость той самой монолитности, на голосование ставили лишь то, что заведомо пройдет. За ту же отмену налога на пенсии каждый ведь проголосует. Или, допустим, на отбавки к соц. стандартам. За плюс 50 гривен к минималке проголосовал почти весь зал. Как-никак, есть хоть повод что-то сказать избирателю. В общем, Радокс, словно мобильный оператор, который почувствовал отток клиентов, срочно стала предлагать новые пакеты. Реформи не те, чтобы забезпечить людине на наступного месяца плюс 50-100 гривен додатково до социальных выплат. Это изменит систему, которая позволит заработать бизнесменам грошей, платить больше податков, из которых будут подниматься пенсии и стипендии. Больше идет использование Верховной Рады в пиар-мотивациях, знаете, в целях пиара-влады, а не для того, чтобы действительно поднялась экономика. Раз в пиаре проблемы обычно прикрывают с помощью ребрендинга, то почему бы его и в большой политике не использовать? Вот и взялись за ребрендинг страны. Переименование. Не будет никакого города с названием прошлых котов и тех, кто бывали наших дедов и прадедов. 300 села одним нажатием кнопки, и Днепропетровск уже просто Днепро. Складывается впечатление, что мы занимаемся важными вещами, но все-таки они немного другарядными. Парламент занимался политиканством, переименованием городов, какими-то декларациями, но ничего опять того, что нужно, то, что ждут люди, увеличение социальных стандартов, увеличение выплат, этого не было. Бюджет получил дополнительные доходы за счет инфляции, тем не менее не была выполнена основополагающая позиция по Конституции, что эти доходы должны идти на социальные выплаты. В порядок Днепро не ставятся ключевые законопроекты, которые сегодня ожидает страна. Не ставится пакет законопроектов при вырегулировании тарифной политики. Не ставится пакет настоящих, необходимых законопроектов про измену социальной политики. Не ставится податковый кодекс, который может снять суттевые податки в стране. В здании, напротив, правительством, куда только недавно переехал бывший спикер, депутатская беспомощность теперь вызывает не только недоумение, мол, еще не так давно все выглядело по-другому, но и непонимание. Как при таком настроении в Раде принимать все то, что наработали в Кабмине? Вот это и есть стратегический документ, который имеет сегодня план приоритетных действий. Но об этих приоритетах в зале и рассказывать-то было некому. На час вопросов к правительству явились, но сами видите, то ли фронтовики решили фыркнуть, мол, вы не слушали Ясенюка, теперь уговорите нас послушать Кройсмана. Уряду пока что не удалось налагодить эффективную работу с парламентом и с разными фракциями, потому что такие законы складные, нужно обговорить. Конечно, это вы пробование для парламента и для больших фракций, и для коалиции. То ли в самой Раде такие законы пишут, что стыдно потом показать. В зале писать действительно разучились депутаты все время в гаджетах. На мобильных классуют куда чаще, чем по кнопкам для голосования. Вот фракции по аналогии и посылают друг другу месседжи, то есть требования, как будто смс. Мол, где же ваши 226? Депутатов в зале недостаточно. Это проблема двух больших фракций, которые говорят, что у них и коалиция, хотя у них нет ни фактической, ни юридической коалиции. Все, что они могут набрать за законы, на этом неделе было, это максимум 150-160 голосов на двух фракций. Я вас прошу, не слушайте их, вырахуйте голосы, возьмите после каждого голосования и подивите. Раптом ДПП дает 120 голосов, чи 110, а раптом дает 68. Но, как ни считай, итог этой недели в Раде малорезультативный. Ощущение, что депутаты действительно перешли на пакет, ноль на все. И вроде бы работают, но на выходе решения раз за разом проваливают. Не очень-то, видимо, задумываясь, что пропущенный звонок и последним может стать. Я прогнозую, возможно, в наступный рік у нас может быть роком новых выборов. Екатерина Лысенко, Иван Нашкендер, Геннадий Никенко. Подробности недели. Телеканал Интер. А ведь этой Раде не только кадровые вопросы решать, но и донбасский узел развязать нужно. А ситуация там сложная. Но вот только на этой неделе погибли 5 украинских военных, 25 ранены. Так что до тишины на фронте еще очень и очень далеко. В принципе, об этом, как сообщает его пресс-служба, глава государства накануне говорил. И с канцлером Германии, и с президентом Франции. Все согласны, что несмотря на договоренности о прекращении огня, ситуация на Донбассе остается сложной. Петр Порошенко напомнил о необходимости развернуть вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ. И обратился к Германии, которая сейчас председательствует в этой организации. И попросил ускорить процесс. Сам Генсек ОБСЕ этот план поддерживает. Вот только он увязывает направление полицейской миссии с выборами на Донбассе. Об этом он сказал на этой неделе в эксклюзивном интервью агентству Associated Press. Мы получили эти кадры. Генсек ОБСЕ заявил, что рассматривает возможность отправить полицейскую миссию на восток Украины в случае проведения местных выборов. Мол, организация могла бы выделить сотни вооруженных полицейских, чтобы голосование прошло в спокойной обстановке, а международные наблюдатели были в безопасности. Это не была бы миссия по поддержанию мира. Это была бы операция полиции, чтобы помочь поддерживать закон и порядок в данном регионе. И предотвращать уголовное преступление или агрессивное поведение по отношению к избирателям или международным наблюдателям. Таким образом, это помогло бы обеспечить безопасную среду в проведении выборов. Эта дискуссия о выборах настолько поляризовала украинскую политику, что на этой неделе в Киеве даже протесты были. Ну, понятно, что показательные. Зачем, скажите нам милость, пикетировать Верховную Раду, которая на тот момент не просто судьбоносных решений не принимала, в которые даже большинства собрать не могли. Понятно, что яркую картинку, дым, фаера, взрывы сразу использовали. И использовали не в пользу Украины. А вот не дойдет ли от взрывов постановочных до взрывов реальных? Этим вопросом задался Егор Логинов. Пятница. Возле монумента «Родина-Мать» собираются бойцы Азова. Под бой барабанов колонна идет к Верховной Раде протестовать против выборов на Донбассе. Я не знаю, что мы проводим! Если проводят, то они должны быть по украинским законам, а не по тем, что они там хотят себе сделать. Азовцы скандируют лозунги и расклеивают наклейки на стенах домов. Движение транспорта перекрыто. Мэр Киева Кличко просит соблюдать порядок. Мы ховаем не себя, мы защищаем свою семью, чтобы до них потом не пришли. За наши действия. Если у вас есть справедливость основных, если вам нечего прятать, не прячьтесь в свои лица. Не стоит прятать лица, не стоит себя прятать. Потому что человеку, кому прятать нечего. Пока азовцы доходят до парламента, его уже берут в оцепление бойцы Нацгвардии и полицейские. Под стенами Рады Азов зажигает шашки. Территория возле парламента превращается в сплошную пелену дыма. Андрей Белецкий, он идет во главе шествия, акцию называет мирной. Говорит, сегодня штурмовать парламент не будут, а вот дальше посмотрят. Все это время за Азовом депутаты наблюдают из окон парламента. На данном выпуске я трактуется политическая акция. В Верховной Раде показывают, что за ее действием следят, внимательно анализируют. Оппозиционный блок делает свое заявление. Это просто попытка сорвать выполнение минских соглашений. Была попытка показать, что в стране правят военизированные группировки. Те заявления, которые звучали на этом митинге, они напоминали ультиматум военного переворота. Поэтому в нормальной стране власть должна на это отреагировать. И власть отреагировала. Президент Украины на закрытом заседании СНБО в пятницу заявил, военного пути по возвращению Донбасса нет. Первыми появились эти картинки на российском телевидении. Шины, петарды, сообщения о раненых полицейских, раненых гражданах. Эти картинки распространяются и намеренно подыгрываются. Картинки о том, что сегодня якобы пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве. Политологи же в акции Азова почувствовали приближение выборов. Скорее всего идет раскрутка нового проекта, который будет конкурировать, скорее всего, со свободой в его электоральном поле, с его же лозунгами и так далее. Вот такого рода демонстрации силы со стороны праворадикалов работают не в пользу европейской интеграции Украины. Что же до самого закона о выборах на Донбассе, то законопроекта не то, что нет в парламенте. Его даже никто еще не пишет. Так что акция Азова, как минимум, фальстарт. И, возможно, срежиссированы. Вот только для чего. Игорь Логинов, Олег Неведомский. Подробности недели. Телеканал Интер. Чиновники в ожидании перемен. В стране начал действовать новый закон о госслужбе. Реформу обещали очень долго, боролись, кто за, кто против, спорили. Ну и вот в итоге, наконец-то, можно делать первые выводы. Поговорим об этом с Аленой Шкром. Она к нам только что подъехала в студию. Да, добрый вечер. Проходите, пожалуйста, народный депутат. Человек, который, наверное, больше всех боролся за то, чтобы реформа госслужбы все-таки была принята. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что приехали. Ален, простой вопрос, просто чтобы наши зрители поняли. Что поменялось в стране за эти буквально считанные три недели, когда действует закон? И что, в принципе, должно поменяться? Вы знаете, скажу вам очень отверто, пока еще, мабуть, ничего не изменилось. Пока только должна работать эта реформа. И сейчас я вижу уже очень много проб ее затормозить, вернуть назад и внести изменения в тот закон, который только-только начал действовать. Что так лякает? Вот один, два, три, четыре, пять. Что так лякает чиновники? Я думаю, что наибольшие, наибольшие открытие конкурсы. Вот это я могу сказать отверто. Для меня это была наибольшая вещь, что на государственную службу можно прийти только за открытым конкурсом. Что будь-яка людина из улицы может увидеть, какие сейчас вакансии у нас открыты, какие документы нужно подавать, сколько это будет стоить, сколько будет зарплаты, и можно это сделать. Вот это лякает наибольшие. Почему? Ну, потому что реформа ДСБ – это большая часть реформы Дор Elizabeth Управлінь и антикоррупционной реформы. То есть, нам нужны профессиональные государственные чиновники, нам都是 профессиональные мини jest incièrement, которые знают, как делать реформы. И нам нужны люди, которые не берут хабарей, каждый день миллиарды не líder humелен, чтобы выиграть beaten. А которые знают, что им делать, и которые не занимаются корупцией, а занимаются профессиональной деятельностью. Вот наибольшая лякает как раз то, что такие люди, профессионеры, могут прийти за открытыми конкурсами. Ну, что еще пугает чиновников, я просто зрителям сейчас скажу. Вот главные моменты этого закона, этой реформы. Давайте посмотрим. Ну, закон о госслужбе, его называют действительно революционным, и он действительно может стать таким, если будут выполняться нормы. Ну, во-первых, срок реформы два года. Первое, наверное, самое простое, это закон предусматривает разделение политических и чиновничьих должностей, чтобы чиновники не зависели от смены власти в стране. То есть министры, экзамы, помощники, пресс-секретари, все они потеряют статус госслужащих. Далее, кандидатов на высокие должности должны выбирать на открытом конкурсе. Ну, вот то, о чем только что Алена сказала. Госслужащим высшей категории запретят быть членами политических партий. Закон не разрешает чиновникам двойное гражданство, только украинское. И вот еще один важный момент, это рост зарплаты госслужащих. Причем допускается впервые, по-моему, финансирование не только из госбюджета, но и за счет средств западных доноров. А насколько это реально? Насколько реально, что мы отримуем гроши? Вы знаете, реально, если мы не будем тормозить эту реформу. То есть мы должны получить первый такой транш за этим контрактом Международную допомогу европейскую в вересне предыдущего года. Это абсолютно, я вам відверто скажу, можно посмотреть на сайтах Европейской комиссии. Они готовы были дать гроши на зарплату украинским чиновникам. Они это не сделали, потому что Арсеній Петрович, Яценюк и его команда не сделали даже стратегию реформ на следующие 5 лет. Плюс Арсеній Петрович не был готовый доплачивать самым тем, кто прошел за конкурсом, а кто прошел атестацию. Потому что нам не цікаво доплачивать тем, кто все життя працювал на государственной службе и подозривается в коррупции. Так сделали поляки. Нам не нужно делать велосипед. Або мы доплачуем новым, которые пришли за конкурсом и сдали уже новые фаховые испыти. Або, если вы хороший специалист, вы вважаете себя классным чиновником, вы працювали там 10 лет, проходите переатестацию, сдавайте атестационный испыти. Если вы его сдастете, мы вам тоже будем делать доплату на уровне 500-1000 евро. Я про это хотел запитать. То есть чиновник из этих международных грошей может отримать от 500-1000 евро? Ну, приблизно, мы говорили про 1000 евро. Конечно, это будет иметь значение от переговоров, которые сейчас у нас ведет, в том числе Иван Аклимпуштенцадзе, наш вецепремьер из евроинтеграции и вообще уряд. Но понимаете, в чем важность? Не можно просто взять и доплатить украинским чиновникам сейчас, а потом через два года, потому что эти деньги рассчитаны на два года, через два года, чтобы иметь зарплату на уровне 2000 гривен или 1000 гривен. То есть, Украина должна, по-перше, скоротить количество непрофесійных людей, скоротить количество функций, если нужно, в министерстве, государственных органах. И за рахунок этого, увеличить свою экономику, увеличить бюджет и через два года, без доплат, все равно сберегать тот уровень. Вот, что может это сейчас запропоновать Гройсман? Мы будем смотреться. Ну, два года, вот те решения, о которых мы с вами говорим, они откладывались. Давайте сейчас сюжет посмотрим. Анна Каменева о первых шагах реформы, о том, что сейчас происходит. Реформа, о которой говорят два года, обещают сократить гигантскую армию чиновников. Но наполеоновские планы так и остаются всего лишь планами. Больно ни одному чиновнику практически от этого сокращения не стало. Их 295 тысяч, только представьте, это как целый город, например, как Чернигов. А ведь обещали, бюрократов станет меньше вдвое, ведь в Европу идем, а получилось сокращение только для вида. Нельзя реформировать с этими людьми изнутри. А мы сейчас вот вместе с ними пытаемся их руками сделать реформы. Некоторые ведомства умудрились даже расшириться. Министерство образования, юстиции и экологии на себе не экономит. Штат сейчас непомерно раздутый. Потенциал для сокращения у нас огромный. Подчистили и подмарафетили по-настоящему, но разве что только тут, в Министерстве экономики. Уволили каждого второго и взяли новых людей с западным образованием или опытом работы в иностранных компаниях, которые сразу же утонули в бумагах. Первые два месяца у меня был большой шок, потому что такой количества документов и временно очень необходимых документов я, честно говоря, в приватном секторе не видела. Шок был в том, что, например, из 18 директоров департаментов, которые моими коллегами функциональными, мы не встречались за год ни одного раза. Но вот если разобраться, то, оказывается, те, кого мы называем госслужащими, вовсе и не госслужащие. В их армию записали уборщиц, водителей, завхозов и даже секретарь. Но куда же государству без них? Пожалуйста, спецпенсии, надбавки и отдых в санаториях. Статус жаловного службовца втратит порядка 30 тысяч. Но это не есть укорочение, это просто изменение статуса. Наконец-то заработников ручки и бумаги взялись по-настоящему. С этого месяца вступил в силу закон о госслужащих. Первыми под раздачу попали те, у кого много паспортов. Оказалось, таких немало. Ушли в отставку, например, сразу два зама одесского губернатора. Правда, их тут же оформили советниками. Те люди, у кого я подозреваю, есть двойное гражданство, или те люди, которые были бюрократами еще в старый режим, они, в общем-то, остались. Это парадокс, парадокс украинской политики. ЧП районного масштаба и в Закарпатии. Тут каждый второй и с украинским, и с венгерским паспортом. Губернатор Москаль уже машет шашкой. Уволил первого закарпатского чиновника. Но это все пока косметический ремонт. Факт остается фактом. Госслужба по-прежнему пока похожа на болото, где легко в длинных коридорах деляются документы, где низкие зарплаты и постоянный соблазн брать взятки. Вот объявление. Нужен специалист по борьбе с коррупцией. С зарплатой, внимание, 1300 гривен. Тут не то, что бороться с коррупцией, а сам коррупционером станешь. Это болото. Однозначно болото бюрократичное в каком-то смысле. Как растрясти болото можно поучиться у Грузии. Там сократили чиновников в 20 раз, закрыли каждое третье министерство и резко повысили зарплаты. Вот это я понимаю. Реформа. А у нас парадокс. Министерства сокращают, а они расширяются. Говорят, обещанного три года ждут. Ну, остался еще годик. Анна Каменева, Марьяна Бурякова, Алексей Шматов, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Сталёна Шкрум. Мы этот сюжет смотрели, напомню. И вот то, что наш корреспондент говорит, годик остался. Вы сподеваетесь, что за рік вдастся? Вы сможете вкласти себя? Вы знаете, насправді, эту реформу можно сделать очень быстро. Вона классно наопрацьевана. Насправді, если сейчас будет политическая воля ее делать и не отходить назад, то можно это сделать приблизительно до 1 сечня 2017 года. С 1 сечня уже отримать финансирование и отримать доплату для государственных чиновников. Головное, чтобы политические интересы и политические батареи на это не впливали. Потому что сейчас, я, на жаль, боюсь, что коалития у нас будет голосовать за отключение цієї реформи назад. Щодо паспортів. Тема, которую обговорили в интернеті, в прессе, в социальных мережах. Чи можно, чи не можно? З одного боку, ну, дійсно, коли чиновник з двома там, або трьома, пам'ятаєте цю історію паспортами, окей, все зрозуміло. З іншого боку, ну, де, Одещина позбулася людей, яких запросив Саакашвілі? Я вам дякую за це питання, тому що, насправді, давайте на цьому не спекулювати. У нас в попередньому законі про державну службу було написано, що заборонено мати подвійне громадянство і заборонено бути державним чиновником, якщо ви не маєте громадянство України або маєте там громадянство України і громадянство Канади. Плюс у нас є державний закон про громадянство, де написано, що подвійне громадянство заборонено. Тобто, ну, навіть за попереднім законом, я вважаю, не могли на державній службі приходити люди з подвійним або потрійним або там чотири громадянства. Але в чому була проблема? Не було санкції. Тобто, Боровик знаходився на державній службі, знаходився, і ніхто не підіймав це питання. І не тільки пан Боровик. Тому все, що ми зробили в новому законі, ми поставили санкцію, що таку людину треба звільнити або можна звільнити. Ну, і я вважаю, що це абсолютно правильно. Якщо у нас в законі про громадянство заборонено подвійне громадянство, то, вибачте, треба звільняти тих, хто порушує закон. Ось і все. Можна звільнити чи треба звільнити? Та саме Наталка Яреськова. Вона ж і американське громадянство мало. Але, ну, що? Ну, Наталка була міністром, тому міністри все ж таки позбулися державної служби. Слухайте, це важливо. Давайте ми підкреслимо. Тобто, міністри, згідно цьому закону, цим змінам, вони зможуть залишатися... Дивіться, у нас в законі про громадянство це заборонено. Ви легіонерів не витрислите? Ну, дивіться, що сталося. У нас в законі про громадянство це заборонено, але не сказано, який період треба це врегулювати. Тобто, Наталка якраз мала там рік приблизний, для того, щоб це питання врегулювати. Ну, і зараз вона пішла, як ми розуміємо. Я, взагалі, категорично проти того, щоб на державній службі були люди, які мають два-три громадянства, і тим паче не мають українського. Державний чиновник і міністр, він має захищати національні інтереси. Людина, яка не має українського громадянства або має декілька громадянств, вона може бути підозрюваною в тому, що вона захищає чиїсь інші інтереси або інтереси іншої держави. Тобто, ну, так само Наталіка Яресько, будучи класним професіоналом, маючи американське громадянство, підписуючи договор якийсь з Америкою, ну, це конфлікт інтересів. В бізнесі це, до речі, заборонено, в бізнесі вона має про це сказати. Так само і тут. Але я б хотіла прокоментувати ще одне маленьке питання про скорочення. Ну, насправді, ми розуміємо, що справа не в кількості державних службовців, справа в їх якості. В Україні страшенно роздуті міністерства. Ще до недавнього у нас було Міністерство економіки найбільшим міністерством в Європі за кількістю людей. А при цьому ми розуміємо, в якому стані знаходилася економіка останні 20-25 років. Тому наша ідея якраз залучити професіоналів і скоротити тих, хто погано працює. Для цього ми ввели атестацію і оцінку. Якщо людина там двічі отримує негативну оцінку, то її треба звільняти. І це дуже важливо. Але тут, як завжди, дьявол криється в деталях. Тобто ті, хто будуть писати ці тести, вони мають теж бути незалежними. Атестація має бути анонімною, і ми це записували в закон. Але от як це буде виконуватися, це вже питання до уряду. Тому сподівання у нас дуже велике. Ми сподіваємося, що багато молоді, в тому числі, і молодих професійних людей захочуть піти на державну службу. Ми сподіваємося, що зарплати зможуть вирости з тих ганебних тисяч гривень, коли людина підписує контракти в мільйонні і має зарплату в тисячі гривень. Воно зрушиться з місця і буде принаймні конкурентно здатнею з бізнесом. Але для цього нам треба, от з вами дуже пильно буде зараз слідкувати за виконанням цього закону і за тим, як будуть проходити ці конкурси. Тому я сподіваюся, що так як конкурси відкриті, то я дуже сподіваюся, що Інтер, в тому числі, буде показувати конкурси на найвищі посади і буде дуже плідно слідкувати за відбором кандидатів. Ну, власне, саме для того наша сьогоднішня була розмова просто для того, щоб загострити увагу на тому, що є цей закон, є зрушення, але і певні небезпеки. Але у нас Крум була в нашій студії. Дуже дякую. Спасибо большое за разговор. І спасибо, що підтримали цей закон, ці переміни. Ну, і напомню, що говорили ми. О законі, о державній службі, о тих перемінах, які тепер всіх ждуть, і о тих перемінах, з котрими чиновники по-прежнему воюють. Ну, і давайте далі. О людях, котрим тепер не до госслужби поговоримо. Те, хто ще два року назад і в течінні всіх цих двох років був і в заголовках газет, і в главних теленовостях, тепер стали хто дачниками, хто мечтає повернути в політичну кар'єру, ну, а хто і вовсе пропал, як растворився. Вот где вони сейчас? Те, хто з гордостью называли себе камикадзе, те, хто обещали реформувати страну, але ушли в відставку вместе з Яценюком. І куди, кстати, пропал сам бувший прем'єр? Елена Зоріна розыскала тех, хто ще не так давно сидел в высоких кабінетах. Они ушли, але вернуться не обещали. Я прошу прийняти мою відставку. Громко хлопать двері правительство Арсіния Яценюка не стало. Некоторі міністры по-прежнему в своїх насиженних креслах. Те же, кому пришлось с вещами на выход, ушли в политическую тень. Полтора месяца, как безработные, именно столько министры правительства камикадзе-реформаторов уже не при должностях. Сменили кабинеты чиновников и строгие костюмы на более комфортную одежду и обстановку. Некоторые даже говорят, избавились от каторги. Теперь можно задуматься о вечном. Как жить дальше без здания на Грушевского и былой популярности? Ну что, клюют? Где философствовать на берегу реки, на Мальдивах или в маленьком домике в деревне, каждый выбирает сам. Чем заняться дальше? Продолжить затяжной отпуск, податься в политику или вернуться в бизнес? Это уж как повезет. Рейтинг. Справа дуже менлива. Его мало кто видел, а он есть. После отставки поговорили, Яценюк сбежал в далекую Аргентину. Соратники говорят, неправда. Он в месте Киева. А вы с ним подходите? Ну, когда есть такая возможность, то так, случайно. Зачем мы с собой в партийную... Депрессии нет? Я не побачиваться. Арсений Петрович живет под Киевом, в селе Новые Петровцы. Недалеко от Межигория Януковича переехал в свой старый дом. Это кадры, которые мы сняли в начале апреля. Незадолго до отставки там появилась круглосуточная охрана. И открыли бассейн. Сейчас, говорят, экс-премьер усилил охрану. Ездит с кортежем из четырех автомобилей. Когда выезжает в Новых Петровцах, перекрывают дорогу. Драйб дуже великий був. Без охраны и галстука, но по привычке в костюме. И заменяю, ну, спортом заменяю, спілкуванием, с семьей, с друзями. Бывший аграрный министр Павленко тоже не уезжал. Выглядит отдохнувшим и посвежевшим. Я и ранее выглядал дуже непогано. На работу выходить не спешит, хотя, уверяет, звали и в политику, и в бизнес. Я не знаю, кем будет когда-то министр Павленко. Но я думаю, что точно каких-то гучных, непонятных, зрозумелых призначений, экзотичных, точно министр Павленко не будет. Бывалые говорят, некоторые экс-министры уезжают из страны, другие читают лекции. Но сначала отдых. Это бывший министр здравоохранения в первом правительстве Яценюка о своих коллегах. Сам Муси из министерского кресла ушел на выборы. Теперь честно признается с мандатом народного депутата, как на курорте. На самом деле, работа министра – это каторга. 15 километров от Киева. Элитное село Лесники. Его выбирают некоторые звезды и политики. Здесь же живет и проводит большую часть своего времени бывший министр финансов Наталья Ярейская. Сейчас она предпочитает быть непубличной. Мол, наконец-то, может больше уделить внимание своим дочерям. Коттедж Ярейска, как настоящий замок. Внутри можно заблудиться. Его площадь больше тысячи квадратных метров. Детская площадка, бассейн, беседка для барбекю. Охрана, садовники – все на месте. Паня Ярейска, в доме? Внимаю. А часто в доме проводят час? Все время. А где же министры-легионеры за тем, как они меняли иностранные паспорта на украинские, наблюдала вся страна? Не собираются ли они теперь попрощаться с украинским гражданством? У того же Абрамовичуса, бывшего министра экономики, оказывается, осталось литовское гражданство. Сам признался в одном из интервью. Бачил нещедавно Айвараса Абрамовичуса. В Киеве он был. В нём, я так разумею, её в том числе политические амбиции. Некоторый как-то след простыл. Что касается господина Квиташвили, мне сложно сказать, куда он уехал. Но Квиташвили в Киеве, да ещё и вышиванке, хвастается у него целая коллекция сорочек. Я вышиванку очень часто одеваю. Проведал семью в Нью-Йорке и вернулся. Зачем мне украинский паспорт ставить? Я этого не собираюсь делать. Мне очень комфортно с украинским паспортами. На посту министра он запомнился чередой скандалов с вакцинами и тендерами. Сейчас Сандро, тем, кто критикует, отвечает. Реформы делали, как могли. Мы начинали с минусовой позиции. Мы начинали без денег, без бюджета. Теперь Квиташвили в политику не ходок. Меня приглашают на разные мероприятия, почитать лекции. Первые 2-3 недели просыпался, утром рано, может, работал ещё, надо что-то там сделать. Потом вдруг доходило, что всё, уже этого не надо делать ничего. По министерскому креслу Демчишин, который немного уже набрал вес и уверяет, ни капли не скучает. Кнопочку не подклали? Кнопочку? Да нет, для чего? Экс-министр энергетики безработным оставался недолго. Бизнес с бизнесом, но каждый из бывших министров не против вступить в неформальный министерский клуб с приставкой «Экс». Была у нас попозна идея такая собраться как-то. Надо будет ему набрать, скажем, Сандро, давай, грузинское вино и сделаем, скажем, в том числе, встречи. Они, насправді, регулярно проходят. Елена Зурина, Марианна Бурякова, Сергей Келимник, Игорь Сулей. Подробности недели. Телеканал Интер. И хотя министры-легионеры из Кабмина ушли, но в других сферах иностранцы остаются. К примеру, на фронте. Из Грузии, Беларуси, России. Но представьте, в АТО поехали даже американцы. Пока их страна всё никак не может решить, выделять ли Украине оружие, её граждане это оружие в руки взяли. Роман Бачкала об этом. Дебальцево, Широкино, Авдеевка. Американцу Брайну есть что вспомнить. До этого я служил в Ираке, в американских войсках. И могу сравнивать, в Украине всё гораздо серьёзней. Там максимум, чего мы боялись, это теракты. А здесь и тяжёлая артиллерия, и танки. Особенно запомнилась Широкино. На этих кадрах противник рядом. Мы мчали на джипе и попали под обстрел. Мы выжили буквально чудом, но от машины ничего не осталось. История рядового Боэнджера. Сначала разговор с военным Аташе в украинском посольстве, потом добровольческий батальон. Рассказал, чего хочу. Он объяснил, что в армию меня вряд ли возьмут. Почти так же началась история для Владимира, гражданина Израиля. Военную науку он постигал на земле обетованной. Не суть, как мы это будем называть. Война, АТО, в Израиле тоже всё время проблемы с этим. Мы никуда не пришли, Украина никуда не пошла. И не пошла завоёвывать какие-то земли. Сейчас он, как волонтёр, обучает нацгвардейцев тактической медицине. Мы не пытаемся с них сделать медиков. Мы просто пытаемся научить их простым манипуляциям. Эти манипуляции смогут спасти жизнь. А эти парни называют себя грузинским легионом. Воюют с первых дней АТО. Когда нам было тяжело в 90-х годах в Абхазии, первые, кто возле нас встали и нам начали помогать, это были украинцы. 19 парней украинцев погибли в Грузии. Позиции противника совсем близко. Боевикам грузины шлют музыкальный привет. Каждый из иностранцев, кто оказался на Донбассе, фронтовые будни невольно сравнивают с теми, в каких воевали раньше. У вас очень много фиксированных позиций, и мне кажется, это не самая лучшая идея. На войне скорость – это жизнь. В Ираке мы постоянно перемещались. Понесли какие-то жертвы, попытались что-то изменить точечно, но не меняется вся система, не делается чего-то глобального. Это пугало. С горячим сердцем, но без статуса. Иностранцы-добровольцы до сих пор не имеют права служить в вооруженных силах. Сейчас очень затруднено. Ребята хотят приехать, там какую-то инструкцию ждут, чтобы это подписали, и как уже третий месяц ждут, и не подписывают. В Министерстве обороны подтверждают – иностранцы на полулегальном положении. Есть законопроект, но нет одной единственной бумажки. На бюрократическом языке – положение о несении службы. На этот час, этот документ находится на погоде в Министерстве юстиции. В связи с тем, что Украина впервые стыкается с таким нормативным документом, то потребуем определенный час для оправдывания и погоджения этого документа. У иностранцев будут все те же права, что и у украинских военных. Хотя, вот парадокс, у американца Брайана уже есть военный билет. Точно такой же, как и у всех украинских солдат. Получает и зарплату, правда не знает сколько, живет на свою американскую пенсию. Брайан и еще двое граждан США были зачислены в армию без украинского гражданства, в виде исключения. Для мамы я просто за границей. Отец знает все. Он бывший военный, и он с пониманием отнесся к моему решению. Брайан родился и вырос в штате Северная Каролина, в городе Уинстон-Сейлэм. И мы сейчас здесь, чтобы разыскать его семью. Это своего рода американская глубинка. И тем удивительное, что местный отправился защищать другую страну, с которой разделяет целый океан. Почему? Отцу Брайана понятно. Вам сейчас непросто. Мы должны помочь вашей стране. Поэтому мой сын сейчас на украинском Востоке. Привет, Брайан. Это я, твой папа. Я люблю тебя. Ждем тебя дома. Возвращаться в США Брайан будет уже не один. Он встретил свою любовь. Я очень люблю свою девушку. Это главное, что со мной случилось в Украине. Виктория – это то самое главное. Не многие могут защитить свою страну, не говоря уже о чужой. Когда Украина избавлялась от ядерного оружия, то есть был подписан договор, Брайан объясняет это тем, что это его долг. Потому что США тоже участвовало в подписании этого договора. Он ездит по всей стране, она ждет его в Харькове. Брайан же, кроме встреч с любимой, ждет и другого. Когда полноправно сможет сказать «Служу Украине», как и другие иностранцы. Чиновники обещают, это будет через месяц. Роман Бачкала. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и сколько же в Украине таких ребят, как Брайан? И что ждет их дальше? Вот об этом давайте прямо сейчас поговорим с Георгием Тукой, одним из самых известных волонтеров, в прошлом губернатором Луганской области. Ну а теперь заместителем министра по вопросам оккупированных территорий. Он с нами на связи. Вечер добрый. Скажите, ну вот в АТО воюют иностранцы, люди, которые так и не получили украинское гражданство. Хотя вот если вы смотрели сейчас сюжет, вы слышали, действительно этого очень хотят. Что этих людей ждет? Смогут ли они в перспективе стать гражданами Украины? Я убежден в том, что такие люди, которые рискуя своей жизнью с оружием в руках, защищают нас с вами, давая нам возможность сейчас водить детей в школы, в садики, самим заниматься мирным трудом, такие люди должны иметь не просто возможность стать гражданином Украины, они должны иметь, получить возможность решить этот вопрос в течение одного-двух дней, а не затягивать эту процедуру по бюрократическим каким-то нормам. Я лично сталкивался с бойцами из Чечни, из Грузии, из Литвы, из Швеции, из России, из Белоруссии. И по ряду причин у этих людей, ну скажем так, им небезопасно возвращаться на свою родину. И я глубоко убежден, что мы, как народ, которого эти люди защищают, мы должны о них заботиться. Тут, по-моему, даже и никаких других мнений быть не может. И, честно говоря, эта проблема, она до сих пор не решена, насколько я знаю. Был принят закон, но по ряду причин он не работает. Ну, вы знаете, мы же должны заботиться не только о них, мы должны заботиться и о наших гражданах, которые по воле судьбы оказались по ту сторону линии фронта, и которые все больше теряют связь с родиной, вот все больше теряют ощущение, что они-то тоже украинцы, они-то тоже граждане этой страны. По вашим ощущениям, сколько времени может пройти, когда они уже окончательно потеряют связь со страной? Что можно сделать, что нужно сделать, чтобы этого не случилось? В мире существует четыре таких известных мировых центра, которые занимаются профессиональным изучением конфликтологии в случае применения вооруженных сил. То есть, локальные войны. И по международным оценкам вот этих вот экспертов, если в течение пяти лет не начинается, не реализуется процесс реинтеграции, то фактически в дальнейшем уже о реинтеграции речи быть не может. Исходя из того, что уже два года у нас практически из этих пяти лет ушло, то можно сделать вывод, что мы сейчас уже где-то, ну, еще не совсем в дедлайне находимся, но уже где-то он виден. И именно поэтому сейчас, с моей точки зрения, крайне важно, мы не имеем права на потерю времени, нам крайне важно начинать процесс реинтеграции Донбасса. Спасибо за разговор. Должен прерваться. У нас Георгий Тука был с нами на связи. Ну, а нам нужно уйти на рекламу, и буквально через 7 минут мы вот о чем поговорим. Громкая кража. Арт-мафия чистит музеи. И где сейчас коллекция Януковича? Жандарм или советник? С чем приедет новый посол Соединенных Штатов? Безвизовый режим. Что украинцам можно, а что нельзя? Кино-события года. Канны. Кто сегодня победит? Громкая кража. Арт-мафия чистит музеи. И где сейчас коллекция Януковича? Жандарм или советник? С чем приедет новый посол Соединенных Штатов? Безвизовый режим. Что украинцам можно, а что нельзя? Кинособытия года. Канны. Кто сегодня победит? Мы возвращаемся в прямой эфир. Это подробности недели. Вторая часть программы. Я Дмитрий Анопченко. И начнем этот выпуск. Начнем эту часть выпуска с главного скандала недели. Безвизовый режим для Украины. Он снова под угрозой. Ну, по крайней мере, если послушать европейских чиновников. Все началось с громкого заявления министра иностранных дел Франции. Мол, безвизовый режим мы не получим в ближайшие недели и даже месяцы. Месье назвал этот вопрос, цитирую, неактуальным для Европы. И сразу же целая буря эмоций, догадки, заявления, намеки. А вот что происходит на самом деле, узнаем прямо сейчас у нашего европейского корреспондента Светланы Чернецкой. Она как раз слушала и собирала все мнения. Свет, вечер добрый. Скажи, вот угроза остаться с визами, угроза, что этот механизм не заработает, она действительно такая серьезная? Да, Дима, главное, что нужно понять, это настроение в самой Европе. Тут до сих пор политическая атмосфера отравлена угрозой терроризма и влиянием миграционного кризиса. Многие политики играют с этим настроением, говорят даже о том, что будущее единой Европы еще никогда не было таким туманным. И вот на подобном фоне решение о том, что возможность ездить без виз в Европу получат еще десятки миллионов человек, политикам очень легко представить несвоевременным для европейцев. Но вот что бы ни говорили представители отдельных стран, даже таких влиятельных, как Франция, решение все равно будут принимать на общеевропейском уровне. Украина выполнила все необходимые условия и очень маловероятно, что в Брюсселе отступят от своих обещаний. Вопрос только в том, когда же будет это решение. Эксперты говорят, Украине просто не повезло со временем. Планировалось, что Европарламент проголосует отмену виз для нашей страны в июле, до ухода на летние каникулы. Сейчас становится понятно, это вряд ли произойдет в срок. Задержка связана с тем, что в этом году европейцы вернулись к обсуждению безвизового режима еще и с Турцией. А этот процесс очень непростой. Во-первых, Европа пугает количество жителей Турции, 125 миллионов человек. Во-вторых, здесь боятся проникновения из Турции террористов ИГИЛ. Ну а в-третьих, Анкара до сих пор не выполнила все требования Еврокомиссии. Вот все это и тормозит процесс отмены виз для Турции. И существует не то, что вероятность, но большое искушение в самой Европе увязать безвизовый режим для Турции и Украины. Официально между получением безвизового режима Турцией и Украиной нет связи. Но с политической точки зрения эти два вопроса идут вместе. Поэтому боязнь еврочиновников возникновения новых проблем из-за Турции может навредить Украине. Многое можно было бы прояснить на саммите Украина-ЕС. Он был запланирован на 19 мая. Но встречу перенесли по обоюдному согласованию Киева и Брюсселя. Не исключено, что как раз из-за неразберихи с получением безвизового режима. Новую дату саммита предварительно назначили на сентябрь. И скорее всего именно тогда мы и услышим хорошие новости с конкретной датой отмены европейских виз для Украины. Свет, понятно, спасибо. Но хорошие новости действительно очень хочется услышать. А вот что касается конкретной даты. Как раз сегодня мы выясняли возможные сроки украинских чиновников, которые за этот вопрос, за эти переговоры отвечают. И нам сказали, что ориентировочная дата, когда нам с вами не понадобится виза для поездки в Евросоюз, а понадобится только паспорт, это 1 января будущего года. Но на самом-то деле дело ведь не в числах, а в том, что изменится, когда новые правила наконец-то заработают. Ну вот представьте, что вам уже завтра вылетать, вот только с паспортом, без визы. И сразу миллион вопросов. Ну, а не могут ли завернуть, простите на слове, на самой границе? Не могут ли отказать во въезде? А как подтвердить, что ты находишься в европейской стране законно, если вдруг полиция проверит документы? И так далее, и так далее, и так далее. Наши корреспонденты, что в Украине, что в Европе, как раз ответы на все эти вопросы искали. Безвизовое путешествие начинается отсюда. Государственная миграционная служба. Я иду получать биометрический паспорт. Огромные очереди. Все эти люди открывают для себя окно в Европу. Выехать в Европу, посмотреть, как люди живут. В Украине уже выдали почти полтора миллиона биометрических паспортов. Так можете усмехаться, только чтобы зуды не было. С обычным загранпаспортом без визы вы далеко не уедете. Левая рука, зеленый пальчик ставим на школу. Отпечатки пальцев. Электронная подпись. Визы не нужны только для таких паспортов. С ним мы и отправляемся в Польшу. Сначала проверка у наших пограничников. Сканую полностью весь паспорт, просвечу его в разных выпроминаниях. Затем у польских. Многие думают, что с безвизовым режимом можно будет пройти границу без остановки. Это миф. Если пани условий не придерживалась или пробыла в Польше больше 90 дней, то должны отказать в праве на въезд. Вы должны быть готовы доказать, что собираетесь вернуться назад и заявить о цели поездки. А еще показать медстраховку и 50 евро из расчета на каждый день. Мы проехали украинско-польскую границу менее чем за час. Если нет очередей, то и проблем оказаться по эту сторону кордона нет. Но зеленый свет тут еще не означает, что проблем не появится дальше. Да уж, если вы уже пересекли шенгенскую границу и рассекаете по Европе, проехали Польшу и уже добрались до Германии, расслабляться все равно не стоит. Нужно с немецкой точностью и педантичностью считать дни, проведенные в Евросоюзе. 90 и 180. Это правило безвизового режима нужно знать как отчинаж. Простыми словами, в течение полугода на территории ЕС можно находиться в общей сложности не более трех месяцев. Чтобы путешественники не ошиблись в подсчетах, в сети есть даже специальные онлайн-калькуляторы. Первый день считается, даже если он вечером входит в шенгенскую зону на границе, это считается как один день. И последний день, даже если это утром, тоже считается. Не пытайтесь перехитрить европейскую систему. Безвизовый режим не дает права на работу. Попытайтесь, перед вами на несколько лет. Могут наглухо захлопнуть дверь в Евросоюз. В принципе, нельзя ничего, кроме как посещать родственников, путешествовать. Нельзя просить политическое убежище. Путешествуя по любой стране шенгена, вас могут остановить где угодно. Мол, предъявите документы. Шансы увеличиваются, если не соблюдаете закон. Например, дебоширите или нарушаете правила дорожного движения. Впрочем, там, где есть правила, всегда есть и исключение. Евросоюз может поменять правила пересечения своих границ, например, в случае чрезвычайного положения. И тогда безвизовый режим неожиданно может стать визовым. Действительно, сейчас не лучшее время в истории Евросоюза. Наплыв мигрантов, страх перед террористами и распахнуть двери перед 45 миллионами украинцев – серьезный шаг для ЕС. Закрыть границу Европа может в два счета из-за нахлынувшей волны мигрантов. Блокпосты появились там, где их не было последние 20 лет. Правда, если такое случится, украинцам переживать нечего. Но придется еще раз показать паспорт и немного задержаться. Если будет очень много украинцев, просящих политическое убежище, или если же будет много людей просрочивать выезд из шенгена, то в таких экстремальных случаях могут приостановить или аннулировать действия безвизового режима. Быть или не быть безвизовому режиму зависит от нас самих. Так что главное – четко следовать европейским правилам и не давать повода сомневаться в украинцах. Светлана Чернецкая, Татьяна Лугунова, Галина Якушко. Подробности недели – телеканал «Интер». А вот с Соединенными Штатами нам безвизовый режим пока не светит. Самое главное, чтобы страна без помощи Вашингтона и без финансовой помощи в том числе не осталась. Дело в том, что Бароку Обаме и Джо Байдену в должности осталось быть чуть меньше полугода. И даже в самом Вашингтоне никто не берется предсказать, ну а что случится, когда новый человек придет к власти в Белом доме, как он будет к Украине относиться, какую политику проводить. И пока администрация в Соединенных Штатах не сменилась, в Вашингтоне все-таки решили назначить нового посла в Украине. Ведь если он, а точнее она, получит назначение еще до того, как, возможно, демократов сменит республиканцы, то этот человек и будет работать всю каденцию и проводить ту политику, которую, в принципе, и сам считает нужным. Ну, в принципе, посол Соединенных Штатов – это всегда персона. Ну, амбассадор еще действующий – Джеффри Пайет. Всем нам запомнится, как человек, который находился в стране в самое сложное, в самое драматичное время во время Майдана, и не просто мейлы в госдеп писал, а вот вместе с Викторией Нуланд был на Майдане, показав, на чьей стороне симпатии, на чьей стороне поддержка американцев. Стивен Пайфер – еще один экс-посол, который, уйдя в отставку, стал одним из самых главных спикеров по Украине. И в Штатах, несмотря на то, что он теперь уже бывший дипломат, к нему очень многие прислушиваются. Ну, и еще одного экс-посла мы навсегда запомним – Джон Тефт, экс-посол Соединенных Штатов в Украине, но работу его в нашей стране признали настолько эффективной, что сразу же из Киева перевели, и новое назначение не куда-нибудь, а в Москву. Ну, а все-таки, чем запомнится нам новый посол? И who is Mrs. Ambassador? Вот ответы на все эти вопросы мы попросили узнать нашего корреспондента в Соединенных Штатах Тихона Дятко. Кому представлять Соединенные Штаты в других странах, решают тут, в Белом доме. Именно президент Барак Обамы на этой неделе объявил, нынешний посол США в Украине Джеффри Пайет переедет в Афины, а его место займет Марий Йованович, нынешний помощник госсекретаря и кадровый дипломат с 30-летним стажем. Пока что загадка, будет ли она добрым или зным полицейским, стремится ли стать жандармом или советчиком, превратиться в серьезную фигуру, которая сможет влиять на украинскую политику, или решит просто передавать в Вашингтон месседжи из Киева, информационные и политические. Каждый, кто возглавлял в свое время посольство США в Украине, решал это для себя сам. Конечно, посол США в Украине играет очень важную роль. Я бы назвал это помощь украинцам в достижении того будущего, которое они хотят. Они хотят демократию, они хотят рыночную экономику, и они не хотят быть под каблуком у агрессивного соседа. Американский посол служит американским интересам, которые в этом случае полностью совпадают с желаниями украинцев. Сама Йованович доказывала и не раз, американские интересы она умеет отстаивать и очень последовательно. Тем более, что и киевский эпизод в ее биографии уже был. С 2001 по 2004 она была, по сути, вторым человеком в посольстве США в Украине. Именно Йованович в 2002 первый подняла вопрос о так называемых кольчугах, мол, Украина нарушает санкции против Ирака, поставляя РЛС режиму Саддама Хусейна. А еще запомнилась резкими заявлениями по делу Гангадзе и пленкам Мельниченко. В связи с этим о будущем представители американской дипмиссии сегодня пишут, мол, что тогда в Украине, что позже в Кыргызстане и Армении. Она очень жестко заявляла властям этих стран. Решение, принятое в Вашингтоне. Но коллеги, бывшие послы, утверждают, это не так. В задачи американского посланника входит лишь доносить позицию США, но не более того. Я бы использовал слово совет, ну и, конечно, мы давали рекомендации. Когда я был послом, шли дебаты о том, идти Украине в сторону Европы или в сторону России. Я, как американский посол, имел свою точку зрения, что Украине лучше выбрать европейский путь. Но мы не требовали это, только поддерживали. Посол это не жандарм и не тот, кто принимает решение. Решение принимает украинский народ. Кстати, у Ивановича уже есть неплохое преимущество. Языкового барьера не будет. Она из семьи эмигрантов из России, свободно говорит по-русски. И выучить украинский ей будет проще. Ну и до того, как Мария Ивановича начнет паковать чемоданы, остался только один кадровый шаг согласия Конгресса. Ну и одной из главных тем, которые будет, конечно же, уделять внимание новый американский посол в Украине, это, конечно же, коррупция. Впрочем, как и любой другой европейский дипломат. Вы наверняка не раз видели в новостях и заявления действующего посла Соединенных Штатов о том, что рамки закона в Украине должны быть четкие, должны быть одинаковыми для всех. Тема коррупции всегда очень важна для американских дипломатов. Ну а вот пока, пока все равно есть им что сообщать Вашингтон, потому что предсказуемо сохраняется очень высокий уровень преступности. Причем кражи бывают не просто громкие, наглые и даже вызывающие. Не только из госбюджета, не только на госпредприятиях преступники находят, что украсть, даже из библиотек. Ну вот только представьте себе, вроде бы старое здание, старые книги, а кражу недавно совершили на полмиллиона долларов. И таких случаев десятки, если не сотни. Самые резонансные в сюжете Елена Механик. Это эксклюзив подробности недели. Ограбление почти на виду у всех. Вот отсюда из самой большой украинской библиотеки исчезла одна из первых напечатанных книг «Церковный апостол». В свете последних событий просто с апостолом я хочу понять, что это изменилось. Все то же самое. Вон видите, делаем пропускную систему. Восле входа устанавливают рамку. Здесь и произошла детективная история. Пришел якобы представитель спецслужб с проверкой ценных фондов. После этого апостол больше не видели. Вот фоторобот преступника. Пытаемся узнать, дадут ли и нам в библиотеке похожую книгу. То есть труд руки потребляют? Да. Главный вопрос, а не случится ли с другими книгами та же история, что и с апостолом. В библиотеке словно воды в рот набрали. Кому понадобился раритет, объясняет Федор Зернецкий, самый опытный украинский антиквар. Это полмиллиона долларов. Ого! А сегодня еще и днем. Это под заказ? Да. Скорее всего, что под заказ. И не в этой стране. Похоже, может, что в России. Таких книг в Украине, изданных книгопечатником Федоровым, всего три. Оказывается, любителем почитать апостол был и беглый президент Янукович. Правда, в его коллекции львовское издание, а не московское, как в библиотеке Вернацкого. Апостол и все, и уже как бы это уже статус. У меня есть апостол. Где теперь этот апостол? После четырех дней поисков и переговоров мы находим его. 516 предметов, остатки роскоши пронумерованы и арестованы. Все это в вещдоке. Ось, потримайте. В тяжелой упаковке раритетная минея книги три века. А где же апостол? Все, открыла, открыла. Ось, это апостол Янукович. Его нужно реставровать. Заражены грибками, такими же давними. От министра к президенту. Мы выяснили, апостола Янукович подарил бывший министр налогов и сборов Александр Клименко. Все это было упаковано и готовилось к вывозу из Межигория. Юлия Литвинец после побега Януковича оценивала сокровища, а потом перевезла в художественный музей. Оказывается, Крым мог вполне стать полуостровом сокровища Януковича. Потому что на всех, без исключения коробках, которые были упакованы, большинство этих вещей были наклеены вот такие вот листочки с надписью «Крым». Все, что меня потрясло. Трепильская ваза. Это самый-самый надавнейший предмет. Этой вазе, только вдумайтесь, три тысячи лет. Дайте прикоснуться к вечности. Вместе с этой вечности в Межигорье нашли шедевры по понятиям. Тот же золотой батон, который потерялся вместе с другими ценностями. Генпрокуратура дело закрыла. Меня тоже здоровала позиция, что следователь запитал очебов и цей батон, и другие ценности. Сокровища Януковича могут иногда теряться, а потом вдруг находиться, как дорогой коньяк из его коллекции. Российский бизнесмен Чичваркин в Лондоне его продал в 200 раз дороже, чем купил. Я написал об этом специально, что как можно красть золотые батоны и прочее из музея коррупции. А что же с сокровищами Януковича, которые для музейщиков ценности не представляют, но тоже стоят миллионы? Кто и как их охраняет? Комендант Межигорье успокаивает все на месте. Охорона забеспечивается трьома службами охороны. Это Национальная гвардия, спецмилиция и самооборона. От блеска золота и Сваровский голова идет кругом. Майна тут на миллиард долларов. Янукович хоть и успел отсюда вывезти все самое ценное, но тут все равно есть на что посмотреть. Рояль, как у Каддафи, шарманка за полмиллиона евро. А сколько тут подарков? Презент от Обамы, самый скромный из всего надаренного. От разных, и от нынешних, и от Яценюка есть картина. В первые дни он сюда зашел, потому что он пробежал быстро, передивившись все это. Но на ней была картина, которая была скручена. На мою думку, ее хотели звездо выкрасти. Наверное, он зашел и показал, чтобы они ему как-то тихаря и вынесли. Все два года после революции достоинства и в Межигорье хотят что-то украсть. Некоторых даже ловят. Только проблема стоит в том, что с ними дальше работать. Кто позывач? Держава? Держава тоже не может. Виктор Федорович? Виктор Федорович тоже не может. Такие трехи коллапс. Пытались украсть ценности из музея. Не вышло. Но нет гарантии, что в следующий раз не получится. Да и в стране до сих пор толком никто не может сказать. Что же творится в хранилищах музеев и библиотек? После кражи апостола из библиотеки Вернадского премьер дал отмашку. Пересчитать ценности и отчитаться. Что же у нас еще есть, а что давно уже уплыло в частные руки? Елена Механик, Наталья Неделько, Геннадий Никеенко, Евгений Каминский. Подробности недели телеканал Интер. Чем закончится эта инвентаризация ценностей, о которой теперь заговорили в правительстве? Что можно сделать, чтобы вот такие громкие кражи в принципе прекратились? Давайте узнаем это у Борислава Березы, одного из самых активных членов парламентского комитета по борьбе с коррупцией. Есть связь? Да, Борислав, вечер добрый. Спасибо, что присоединились. Но вот смотрите, скандал за скандалом, и апостол, и голландские картины, и Батон Янукович пропал, и теперь уже никто не ищет. Что вообще происходит? Вы можете как-то это прокомментировать? Знаете, я подозреваю, что на сегодняшний день именно безнаказанность в том, что ты знаешь, что тебя может максимум уволить, могут максимум уволить. Еще раз, это новая украинская инновация, когда у нас увольняют за то, что ты разворовал бюджет, за то, что ты совершил должное преступление, за то, что ты тендер провел непрозрачно, за то, что ты нанес убытки государству, за это тебя могут уволить. И вот такая тенденция порождает новые преступления. Точно так же касается и должностным преступлением, когда люди, несущие ответственность за сбережение национальных сокровищ, не получают наказание за то, что пропадают такие раритеты, как апостол. Или же за то, что они покрывают и принимают участие в таких преступлениях. Хорошо, мы услышали о том, что произошло в библиотеке Вернадского. А что происходит в региональных музеях? Что происходит в хранилищах, которые находятся в каких-то районных центрах? Что происходит там? Вполне возможно, что там даже не заменяют, допустим, известные подлинники на какие-то копии, а они просто исчезают. И вот эта проблема, которая на сегодняшний день стоит перед украинскими правоохранителями, должна быть решена. Ими же. Послушайте, проблема же не только с украинскими правоохранителями. Вот что можно сделать, чтобы Украина перестала быть территорией воровства? Вы же в конце концов народный депутат, в правоохранительном комитете работаете. Можно ли принять законодательство, которое раз и навсегда сделает так, чтобы дать по рукам этим всем персонажам? Верховная Рада может, конечно же, проголосовать за ужесточение КПК. Но мы четко знаем, что на самом деле лишь отсутствие ответственности порождает новые преступления. Франциско Гоя когда-то сказал, что сон разума порождает чудовищ. Если мы будем закрывать глаза и не карать преступников, то эта тенденция будет лишь усиливаться. Я не вижу в данный момент какой-то особой роли или функции парламента. Я вижу четкую функцию взаимодействия между правоохранительными органами, прокуратурой и судами. Суды не имеют права отпускать воров, преступников и тех, кто должны быть осуждены. Прокуратура должна доводить до конца дела и быть действительно государственным обвинением, а не брать деньги, чтобы эти преступники могли откупаться. А правоохранительные органы должны доводить дела также до суда, чтобы преступник знал, что за любым преступлением следует наказание. И самое главное, нам необходим честный суд. Без честного суда невозможно ничего, потому что надежда на справедливость появляется только тогда, когда мы видим справедливые решения в судах. Ну, вы знаете, справедливый суд будет разве что, если вот в том числе и с участием вас и всех народных депутатов судебная реформа. Наконец-то будет проведена реформа, о которой столько говорят. Спасибо за разговор. Береслав Береза был с нами на связи. Но, вы знаете, я вот сейчас подумал, что, наверное, важно, чтобы и будущее Евровидения, о котором так много говорят, Евровидение, которое пройдет в Украине, вот где только, в каком городе, пока непонятно, не стало еще одним коррупционным примером, чтобы потом и со средствами, которые на него будут выделяться, не пришлось разбираться. Это очень-очень важно, об этом прямо сейчас важно говорить. Ну, а в любом случае, вот сейчас пытаются хотя бы сверстать бюджет, понять, а сколько денег нужно нашей стране для того, чтобы провести Евровидение. Оценки очень разные, смотрят на опыт соседей. Кто-то тратил на Евровидение всего несколько миллионов долларов, а кто-то это тратил сотни. Ну, казалось бы, до Евровидения остается еще год, кто-то скажет целый год, кто-то скажет всего лишь год. В любом случае, проект должен появиться. Проект должен появиться уже в самые ближайшие месяцы. Ну, а что с победительницей этого конкурса, с победительницей этого года? Джамала вернулась в Украину. Ну, и, разумеется, мы ей тоже задали вопросы, связанные с конкурсом и с ее личными ощущениями. Смотрите. Первая неделя прошла вся в интервью. Просто не было ни минуты свободного времени, потому что все время я давала интервью очень уважаемым таким СМИ, BBC, CNN. Бесконечно принимала поздравления. Так что отдохнуть не получилось пока. Сейчас я уже в туре нахожусь украинском, поэтому... Ну, все хорошо. Я занимаюсь своим делом любимым. Я, прежде всего, музыкант, сонграйтер. Я представляла свою песню, авторскую, 1944. И для меня, прежде всего, важно было рассказать свою историю настолько честно, чтобы Европа, которая в первый раз услышит ее, поверила в музыку, музыкальную составляющую этой песни. Поэтому я не чувствовала вот этого давления, хотя, конечно же, со всех сторон нагнетали эту ситуацию. Я старалась абстрагироваться и сконцентрироваться исключительно на своем выступлении. Я всегда об этом говорила. Я не верю ни рейтингам, ни ставкам. Я верю только в силу живого исполнения. Все. Мне бы хотелось увидеть этот конкурс в том городе, который имеет возможность встретить огромное количество иностранцев, встретить его настолько тепло, толерантно. Я хотела бы, чтобы просто сделали все на высшем уровне, потому что Стокгольм встречал просто на сумасшедшем высоком уровне. И безопасность была, и дружелюбность, и вкусная еда, и атмосфера. Поэтому мне хочется, чтобы встретил тот город, который может это обеспечить. Какой, мне не важно. Важно, чтобы действительно было от души. Ну, это сейчас об Украине говорят благодаря Евровидению. Ну, а еще несколько месяцев назад, в конце этой зимы, был еще один повод вспомнить нашу страну и события двухлетней давности. Те самые события на Майдане. Фильм «Зима в огне». Фильм режиссера Евгения Афиньевского был номинирован на Оскар. Ну, тогда и я эту церемонию освещал. Очень много в прессе об этом писали и говорили украинской и зарубежной. И вот сегодня в формагентствах появилась новость. Этот фильм будет награжден Американской телевизионной академией. Той самой знаменитой, которая вручает ТЭФИ. Одной из самых престижных наград в мире телевидения. Что это означает? Что сейчас происходит в жизни самого режиссера? Давайте прямо сейчас узнаем. У нас есть связь с Лос-Анджелесом. И оттуда с нами на связи Евгений Афиньевский. Спасибо, что присоединились. Вечер добрый. Доброе утро у нас. Ну, тогда доброе утро. Доброе утро вам тоже. Да, действительно. 10 часов разницы у нас с Лос-Анджелесом. Жень, вы можете пояснить, что происходит с награждением вашей ленты? Это вручение ТЭФИ? Это какая-то отдельная номинация? Это отдельный приз за особый вклад? Зима в огне, она в числе шестерки. Телевизионная академия. Это не Оскаровская академия. Это вторая по масштабам академия. Здесь, в Голливуде. Это называется мероприятие The TV Academy of Honors. Раз в год телевизионная академия чествует выдающейся работой. Это важно. И трофи прилетит в какой-то момент в Украину. Вот фильм такой, как Зима в огне, он не только открывает людям глаза на происходящее. Он учит их чему-то. И вот для меня, я думаю, что тем, кто видел Зиму в огне, и когда она создавалась, было основным принести вот эту историю. Историю, что люди вместе могут достигнуть большего. Евгений, вы мне скажите, а вот к вашей картине до сих пор есть интерес? Я почему спрашиваю? Я только из Кан вернулся. И вот помните, после первого Майдана, фильм Лозницы, Майдан, он тогда в Каннах так выстрелил, такой к нему был интерес. Потом опять спад интерес к Украине. Ну вот сейчас второй Майдан, ваш фильм Зима в огне, который такую прессу собрал на Оскаре. Нет ли у вас ощущения, что вот этот интерес к Украине, к нашим переменам, к нашим реформам, к нашей стране, к тому, что у нас на Востоке происходит, он опять сейчас притихает немножко? Нет, вы знаете, нет, я вам скажу. Европейское турне. Спасибо, ну и тогда последний короткий вопрос. Вот по вашим ощущениям, по той информации, которая у вас есть, вы же со многими коллегами общаетесь, может случиться так, что об украинских событиях, об Украине снимут полноценный художественный фильм? Вот теперь уже не только документалку, но и блокбастер. Появится ли он? Потому что, в принципе, в Голливуде это принято, какое-либо историческое событие, потом выстреливает документальный фильм, но потом кто-то из больших режиссеров и художественный фильм снимает. К примеру, тот же «Аэропорт» Сергея Лойко, могут ли его экранизировать? Вам известно что-то об этом? Я встречался с Сергеем, и был разговор про аэропорт. Его книга сейчас расходится по миру. То есть есть идеи сделать аэропорт, как художественный фильм голливудский. Есть задумки. Да, Евгений, спасибо за разговоры и удачи вам в Брюсселе. Ну, напомню, у нас на связи был Лос-Анджелес и Евгений Афиниевский, человек, который снял один из самых нашумевших фильмов. Фильмов, который был номинирован на «Оскар». Ну и далее, коли же мы об «Оскаре» говорили, давайте о «Каннах». В эти минуты проходит церемония закрытия 69-го Каннского кинопестиваля. Ну вот, если есть возможность, давайте просто покажем, да, что происходит в эти минуты в «Каннах». Канал «Плюс» ведет прямую трансляцию. Огромное количество гостей. С одной стороны, гости продолжают пребывать на красную дорожку. С другой стороны, уже объявлены некоторые номинации. До самых главных номинаций еще пока не дошло. Но, по крайней мере, уже известно, вот мне коллеги говорят, и лучший актер, и лучшая актриса. Я очень надеюсь, что обладателя «Золотой пальмовой ветви» мы с вами узнаем вот просто в прямом эфире. Честно говоря, непонятно, сможем ли мы это сделать. Но я очень рассчитываю, что буквально в самые ближайшие минуты вот все интриги будут развеяны. Ну а пока что, пока еще результаты не названы, Хочу сказать, что из Канн я буквально вот сегодня утром вернулся, всю неделю там провел и больше задавался вопросами о том, а как меняется сам фестиваль, меняется он на самом деле достаточно серьезно. Вот именно об этом каннские истории, которые я увидел своими глазами. Вот она, «Золотая пальмовая ветвь». Немногие получают возможность увидеть ее до момента вручения. Лучшие ювелиры мира, ручная работа, 24-каратное золото, которое добывают на одной единственной эксклюзивной шахте в Колумбии. Все то время, сколько существует главная награда в мире кино. Драгоценные камни тут не просто красивые, каждый кристалл неповторим. Поэтому могу точно сказать, каждый обладатель главного приза получает свою уникальную пальмовую ветвь, повторить которую невозможно, ведь даже при одном дизайне невозможно найти идентичные камни. Также в этом году и с Каннским кинофестивалем. Тут наконец-то говорят о реформах. Вроде бы внешне все выглядит, как и в прошлые годы. Те же правила, та же знаменитая картинка с круазет, красная дорожка, гости, фанаты, собравшиеся в ожидании звезд. А вот содержание фестиваля – новая команда, которая лишь два года, как возглавила, оргкомитет пытается обновить. Здесь каждый год меняют эмблему, но вот традициям не изменяли никогда. Над ними потрунивали, их критиковали, но именно эти базовые правила и делали Канны Каннами. И лишь в этом году оргкомитет решил от многих из них отказаться. Ведь ни для кого не секрет, серьезное кино все больше проигрывает под напором телесериалов. Новый сезон «Игры престолов» или «Карточного домика» явно посмотрят куда больше людей, чем ленты, которые в этом году получат главные призы. А еще наступают цифровые технологии, когда каждый зритель сам себе режиссер. В этих условиях оставаться в том же формате – значит уже через несколько лет остаться у обочины. Рассказывает человек, от которого на Лазурном берегу так много зависит. Могу только аплодировать новым технологиям, но у нас своя задача – мы будем защищать традиционное настоящее кино. Ведь фильмы должны показывать в кинотеатрах, на большом экране, а не на мониторе компьютера. В то же время цифровые технологии тут хотя бы больше не табу, как было при легендарном «Жили Жакоби» – в прошлом президенте кинофестиваля, который бессменно руководил конкурсом с далекого 78-го года. Я был с ним знаком. Сюда в этом году, хоть и вне конкурса, допустили и 3D-фильмы, и ленты, снятые для просмотра в специальной маске виртуальной реальности. И пусть нововведения жестко раскритиковали мэтры, тот же Спилберг, но перемены на фестивале, где всегда так жестко давлели традиции, налицо. Ну а дальше? Дальше планируют менять сам отбор. Здесь давно уже повелось. Те, кто хоть раз получали доступ на красную дорожку в рамках основного конкурса, будут возвращаться вновь и вновь. И новые лица в конкурсе – скорее редкое исключение, чем правило. Им так сложно попасть в число избранных. Впрочем, даже если ты среди счастливчиков, вовсе не значит, что ленту не освистают. Громкими криками «Бу!» тут встретили фильмы, в которых вроде бы и яркие актеры снимались, и режиссеры знаменитые. Никогда не знаешь заранее, как твою работу воспримут в Каннах. Делится с нами красавица-француженка Беренис Бежо, получившая тут несколько лет назад приз за лучшую женскую роль. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, то одновременно и счастливо, и в стрессе. Ведь никогда не угадаешь, чего ждать. Я никогда не называю Канны домом, потому что каждый раз настраиваешь себя. Ну, давай, рискнем, сделаем это, попробуем показать наш фильм, может, его поймут и полюбят. И каждый раз два чувства смешиваются – восхищение и страх. Этот коктейль из восхищения и страха сегодня, похоже, придется пережить даже самым титулованным конкурсантам. Ведь до последнего дня явного фаворита на Лазурном берегу не было. Ни у критиков, ни у всезнающих букмекеров ждать осталось совсем чуть-чуть. Посмотрим, смогут ли мэтры выиграть у режиссеров популярного сериального мыла. Смогут ли смысл и эмоции и дальше конкурировать со всемогущими компьютерными эффектами. Ведь если сегодня и существуют фильмы, способные это сделать, Канны – лучшее место, чтобы их увидеть. Ну и напомню, просто в эти минуты приходят новости и скан. Каждую секунду информационные ленты просто взрываются заголовками. И есть первые награды. Лучший сценарий. Этот приз отдали иранскому фильму «Камиваяжор». Этот же фильм принес звание лучшего актера Шасабу Хасейни. Лучшая актриса Жаклин Роуз. И вот буквально несколько секунд назад, когда мой сюжет заканчивался, сообщили, что гран-при получил молодой франко-канадский режиссер Ксавье Далан. Фильм его называется «Это всего лишь конец света». И вот что самое удивительное, ему всего 27 лет. Мы с вами говорили буквально несколько минут назад о том, что Каны меняют традиции, отказываются от них. Вот так вот впервые человек, которому всего лишь 27, обошел каннских метров, маститых кинорежиссеров. Коллеги, насколько я понимаю, обладателя «Золотой пальмой ветви» не назвали еще пока? Нет, пока что мы не знаем, пока что это интрига. Да, серьезно, переживают все, потому что, еще раз скажу, в этом году победитель был непонятен ни жюри, ни экспертам, ни критикам, ни даже букмекерам. Хорошо, есть еще одна новость у нас, да, в окончании выпуска. Футбол. Да, посмотрите, вот самая яркая картинка дня, то, о чем стоит сказать. Гляньте, пожалуйста, на экран. Сегодня провожали сборную Украины, провожали ее во Францию, на чемпионат Европы. На Софийской площади в Киеве сотни людей, взрослые дети, и вот даже президент страны пришел. Порошенко пожелал сборной удачи, а футболисты очень непривычно для себя вышли на сцену, ну, посмотрите, в деловых костюмах. Некоторые из них при этом были в кроссовках, но выглядело это сочетание довольно забавно. Футболисты взяли мячи, поставили автограф и бросили их фанатам. Первый соперник украинской сборной непростой, действующий чемпион мира, Германия. Матч будет ровно через три недели. Ну, пожелаем удачи и мы, потому что все мы здесь, в Украине, держим за них кулаки. Ну, вот так, есть футбольная интрига, есть интрига киношная, к сожалению, по состоянию на эту секунду мы еще не знаем обладателя золотой пальмой ветви, так что следите за новостями на Интере уже завтра утром, за утренними новостями, всем утра, явно там все расскажут, покажут. Я же благодарю вас за то, что смотрите, за то, что доверяете и до встречи в следующее воскресенье. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ